Брэм Стокер, Дракула, глава первая. Третье мая. Выехал из Мюнхена 1 мая в 8 часов 35 минут вечера и прибыл в Вену рано утром на следующий день. Должен был приехать в 6 часов 46 минут, но поезд опоздал на час. Будапешт кажется удивительно красивый город. По крайней мере, такое впечатление произвело на меня то, что я мельком видел из окна вагона и небольшая прогулка по улицам. Я боялся отдаляться от вокзала. У меня было такое чувство, точно мы покинули запад и оказались на востоке. А самый западный из великолепных мостов через Дунай, который достигает здесь громадной ширины и глубины, напомнил мне о том, что мы находимся недалеко от Турции. Выехали мы своевременно и прибыли в Клаузенверк после полуночи. Я остановился на ночь в гостинице Руаяль. К обеду, или вернее к ужину, подали цыпленка, приготовленного каким-то оригинальным способом с красным перцем. Прекрасное оригинальное блюдо, но сильно возбуждающее жажду. Перемечание. Надо взять рецепт для мины. Я пришел к заключению, что, как нескудны мои познания в немецком языке, все же они оказали мне большую услугу. Право, не знаю, как бы я обошелся без них. Во время моего последнего пребывания в Лондоне я воспользовался свободным временем, чтобы посетить Британский музей, где рылся в книгах и атласах книжного отдела Трансильвании. Мне казалось, что впоследствии, при моем сношении с магнатами этой страны, всякая мелочь может пригодиться. Я выяснил, что интересовавшая меня область лежит на крайнем востоке страны, как раз на границах трех областей – Трансильвании, Молдавии и Боковины, посреди Карпатских гор. Я убедился, что это одна из самых диких и малоизвестных частей Европы, и никакие географические карты и другие источники не могли мне помочь определить местоположение замка Дракулы, так как до сих пор нет подробной географической карты этой области. Но все же мне удалось узнать, что почтовый город Быстрец, упомянутый графом Дракулы, существует на самом деле. Здесь я внесу кое-какие примечания, дабы впоследствии, когда буду рассказывать мини о своем путешествии и пребывании в этих краях, восстановить в памяти все виденное мною. Трансильвания населена четырьмя различными народностями – саксонцами на севере, валахами на юге, мадьярами на западе и секлерами на востоке и северо-востоке. Я нахожусь среди последних. Они утверждают, что происходит от оттилы и гуннов. Возможно, что так оно и есть, поскольку в XI веке, когда мадьяры завоевали страну, она была сплошь заселена гуннами. Я где-то вычитал, что в недрах Карпатских гор зародились суеверные предания и легенды всего мира, как будто в них находится центр водоворота фантазии. Если это так на самом деле, то мое пребывание здесь обещает быть очень интересным. Примечание. Надо спросить об этом у графа. Я плохо спал, хотя кровать моя была довольно удобна. Мне снились какие-то страшные сны. Какая-то собака всю ночь завоевала под моим окном, что, может быть, и повлияло на эти сны. А может быть, паприка всему виною, так как, хотя я выпил весь графин воды, все же не мог утолить жажды. Под утро я, по-видимому, крепко заснул, так как, чтобы добудиться меня, пришлось полчаса неистово стучать в дверь. К завтраку подали опять паприку, затем особую похлебку из кукурузной муки, так называемому малыгу. И яйцеобразные питательные плоды, демьянку, начиненные мелко нарубленным мясом. Превосходное блюдо. Называется оно имплитата. Примечание. Необходимо раздобыть этот рецепт тоже. Мне пришлось поторопиться с завтраком, так как поезд отходил за несколько минут до восьми. Вернее, он должен был отойти в это время, но когда я, примчавшись на станцию в 7 часов 30 минут, сел в вагон, выяснилось, что ранее половины девятого поезда не подумал трогаться. Мне кажется, чем дальше к востоку, тем менее точны поезда. Что же делается в таком случае в Китае? Воображаю. В продолжении всего следующего дня мы любовались мелькавшими перед нами картинами, полными разнообразной красоты. Мимо проносились то маленькие города или замки на вершинах крутых холмов, похожие на те, которые встречаются на гравюрах в старинных книгах Святого Писания. То бурные потоки и реки, окаймленные белыми каменными берегами. На каждой станции толпилась масса людей в разнообразнейших нарядах. К вечеру мы добрались, наконец, до Быстрица, оказавшегося очень интересным старинным уголком. Граф Дракула в своих письмах рекомендовал мне гостиницу «Золотая корона», которая оказалась к моему большому восторгу выдержанной в старинном стиле. Моим самым пламенным желанием было видеть все то, что могло бы дать мне верное представление о стране. По-видимому, меня здесь ожидали, так как в дверях мне встретилась веселая на вид пожилая женщина, одетая в обычный национальный крестьянский костюм, белую юбку с двойным длинным передником из цветной шерстяной материи. Когда я подошел, она поклонилась и спросила «Господин англичанин?» «Да», — ответил я, — «Джонатан Харкер». Она улыбнулась и что-то сказала человеку в жилете, стоявшему за ней тоже в дверях. Он вышел и сейчас же вернулся с письмом в руках, которое передал мне. Вот оно. «Мой друг, приветствую вас в Карпатах. С нетерпением ожидаю вас. Спите спокойно в эту ночь. Завтра в три часа дирижанцы отправятся в Буковину. Одно место оставлено для вас. В ущелье Борга вас будет ожидать коляска, которая доставит вас в замок. Я надеюсь, что вы благополучно приехали из Лондона и что вам доставит удовольствие пребывания в нашей великолепной стране. Ваш друг, Дракула». 4 мая. Хозяин гостиницы, должно быть, получил письмо от графа с поручением оставить для меня место в дирижансе, но на мои расспросы он долгое время ничего не отвечал и делал вид, что не понимает моего немецкого языка. Это не могло быть правдой, так как раньше он прекрасно понимал его. По крайней мере, в свое время на мои вопросы он отвечал. Хозяин и его жена поглядывали друг на друга и на меня с каким-то страхом. Наконец он пробормотал, что деньги были посланы в письме и что больше он ничего не знает. Когда я спросил, знает ли он графа Дракулу и не может ли что-нибудь рассказать о замке, то он и его жена перекрестились и, сказав, что они ровно ничего не знают, просто-напросто отказались от дальнейших разговоров. Вскоре мне пришлось отправиться в путь, а я так и не сумел никого расспросить. Все это было очень таинственно и отнюдь не действовало на меня ободряюще. Перед самым отъездом ко мне вошла жена хозяина, пожилая дама, и нервно спросила, «Вам непременно нужно ехать, о молодой господин? Вам это необходимо?» Она была в таком возбуждении, что, по-видимому, забыла и тот маленький запас немецких слов, который знала, и перемешивала к немецкой речи другой язык, которого я совершенно не знал. Я мог следить за смыслом ее речи только благодаря тому, что задавал много вопросов. Когда я сказала, что должен сейчас же ехать, что меня призывает туда важное дело, она меня опять спросила, «Знаете ли вы, что за день сегодня?» Я ответил, что сегодня 4 мая. Она покачала головой и сказала опять, «О да, я это знаю, я это знаю, но знаете ли вы, что за день сегодня?» Видя, что я понятия не имею, в чем дело, она продолжала, «Сегодня канун Святого Георгия. Разве вы не знаете, что сегодня ночью, лишь только пробьет полночь, нечистая сила будет властвовать на земле? А имеете ли вы представление о том, куда вы едете и что вас там ожидает?» Она сильно сокрушалась, и как я не старался ее утешить, все было безуспешно. В заключении она упала передо мной на колени и начала умолять не ехать туда, или по крайней мере переждать день-два. Все это было в достаточной мере смешно, да к тому же я неважно себя чувствовала. Тем не менее, меня призывали важные дела, и я не мог допустить, чтобы на мой отъезд влияли какие-то бредни. Поэтому я подняла ее с колен и как можно строже сказал, что благодарю за предостережение, но должен ехать. Тогда она встала и, вытерев глаза, сняла со своей шеи крест и предложила мне надеть его. Я не знал, как поступить, так как, будучи членом англиканской церкви, с детства привык смотреть на такие вещи, как на своего рода идолопоклонство. Но я боялся, чтобы мой отказ не показался оскорбительным для пожилой дамы, которая была столь благожелательно настроена ко мне, и колебался, не зная, как поступить. Заметив мою нерешительность, она просто надела мне крест на шею, сказав, «Во имя вашей матери». Вношу это в дневник в ожидании кареты, которая, конечно, запаздывает, а крест так и остался у меня на шее. Не знаю, страх ли пожилой дамы или те многочисленные рассказы о привидениях, которые господствуют в этой местности, или сам крест тому виной. Не знаю, но я не чувствую себя так свободно, как всегда. Если этой книге суждено увидеть мину раньше меня, то пусть она передаст ей мой последний привет. Вот и карета. Пятое мая. В замке. Серое утро сменилось ярким солнцем, высоко стоящим над горизонтом, который кажется зубчатым. Я не знаю, деревья или холмы придают ему такую форму. Все так далеко, что большие и маленькие предметы сливаются. Не хочется спать, а так как меня не позовут, пока я сам не проснусь, то я буду писать, пока не засну. Здесь происходит масса странных явлений, которые нужно отметить, но чтобы читатель не вообразил, что я опять слишком хорошо пообедал, и поэтому галлюцинирую из-за тяжести в желудке, я подробно опишу свой обед. Мне подали блюдо, которое здесь называется разбойничьим жарким. Куски мяса и сало с луком, приправленной паприкой. Все это жарится прямо на уголях, так же, как в Лондоне кошачье мясо. Вино подали золотой медок. Странно щиплющий язык, но в общем не неприятный на вкус. Я выпил всего только пару бокалов этого напитка и больше ничего. Когда я сел в карету, то кучер еще не занял своего места, и я видел, как он беседовал с хозяйкой. Они, наверное, говорили обо мне, так как то же дело поглядывали в мою сторону. Несколько соседей, сидевших на скамьях около дверей, подошли к ним, прислушались к беседе и тоже посмотрели на меня, причем большинство с чувством сострадания. Я мог расслышать массу слов, которые они часто повторяли. Странные разнообразные слова, должно быть на разных наречиях, так как в толпе были люди различных национальностей. Я незаметно вытащил из сумки свой многоязычный словарь и начал отыскивать слова. Нельзя сказать, чтобы найденные слова звучали особенно ободряюще. Вот значения большинства из них. Ордог, дьявол, покол, ад, старегойца, ведьма, вролог и викослаг. Значения обоих слов одно и то же, но одно по-славянски, а другое по-сербски, обозначает что-то среднее между оборотнем и вампиром. Примечание. Я должен подробно узнать у графа об этих суевериях. Когда мы двинулись в путь, то вся толпа высыпала к дверям гостиницы и все осенили себя крестным знамением, причем два пальца были направлены в мою сторону. С большими трудностями я добился от одного из моих спутников объяснения, что все это значит. Сначала он не хотел мне отвечать, но узнав, что я англичанин, объяснил, что это служит как бы талисманом и защитой от дурного глаза. Такое поведение мне не особенно понравилось, так как я ехал в незнакомое место, чтобы встретиться с незнакомым человеком. Но говоря правду, каждый из них был до того искренен, до того чистосердечно огорчен и высказывал мне столько симпатии, что я невольно был тронут. Покрыв широким холстом сиденья, наш кучер ударил своим длинным бичом по четырем маленьким лошадкам, которые дружно стронули омни-бус с места. И наше путешествие началось. Вскоре я совершенно позабыла о страхе перед привидениями, невольно залюбовавшись красотой природы. Перед нами расстилалась зеленая, покрытая лесами и дубравами местность, то здесь, то там вздымались крупные холмы, увенчанные группами деревьев или же фермами, белые остроконечные края крыш которых были видны с дороги. Везде по дороге встречались в изобилии всевозможные фруктовые деревья в цвету, груши, яблони, сливы, вишни. И проезжая мимо, я ясно видел, как трава под фруктовыми деревьями была сплошь усеяна опавшими лепестками. Посреди этих зеленых холмов пробегала дорога, то изгибаясь и кружась, то свободно и широко вновь появляясь у опушки сосновых лесов. Дорога была неровная, но тем не менее мы неслись по ней с невероятной, прямо феерической скоростью. Тогда я не принимал причин этой быстроты. По-видимому, кучеру был отдан приказ не терять времени и поспеть в определенный час в ущелье Борга. За зелеными волнистыми холмами возвышались цепи Карпатских гор, покрытые могучими лесами. Они возвышались по обе стороны ущелья Борга, ярко озаренные заходящим солнцем, отливая всеми цветами радуги. Темно-голубым и пурпурным цветом сияли вершины, зеленым и коричневым трава на скалах. А бесконечно тянувшаяся перспектива зубчатых скал и заостренных утесов предстала перед нашими взорами, покрытая величественными снежными вершинами ослепительно-белого цвета. Мы продолжали наше бесконечное путешествие, а солнце за нашей спиной спускалось все ниже и ниже, и вечерние тени начали растеваться вокруг. Местами холмы были до того крутые, что, несмотря на все старания кучера, лошади могли двигаться только шагом. Я хотел, как это принято у нас дома, сойти и помочь лошадям, но кучер и слышать об этом не хотел. «Нет-нет», — говорил он, «вы не должны здесь ходить, тут бродят слишком свирепые собаки». И затем, — добавил он, по-видимому, шутки ради, так как обернулся к остальным пассажирам, рассчитывая на ободряющую улыбку. Вам и так придется достаточно подождать, прежде чем удастся уснуть. Он только раз остановился, и то лишь за тем, чтобы зажечь фонари. Когда начало темнеть, пассажиры заволновались, и один за другим стали обращаться к кучеру с просьбой ехать быстрее. Ударом своего длинного бича и дикими криками кучер заставил лошадей положительно лететь. Затем, сквозь темноту, я увидел над нами какой-то серый свет, как будто расщелина в холмах. Волнение среди пассажиров все увеличивалось. Наша шаткая коляска подскакивала на своих больших кожаных рессорах и раскачивалась во все стороны, как лодка в бурном море. Мне пришлось крепко держаться. Затем дорога выровнялась, и мы понеслись по ней. Потом горы приблизились к нам совершенно вплотную, и мы, наконец, въехали в ущелье Борга. Все пассажиры один за другим принялись наделять меня подарками. Они давали их с такой настойчивостью, что я положительно был лишен возможности отказаться. Каждый при этом искренне верил, что подарки избавят меня от дурного глаза. Каждый из них меня еще благословлял и крестил, точно так же, как на дворе гостиницы в Быстрице. Затем, когда мы помчались дальше, кучер наклонился вперед, а пассажиры, нагнувшись по обе стороны коляски, нетерпеливо вперели взоры в окружающую мглу. Ясно было, что впереди случилось или ожидалось что-то необыкновенное, хотя сколько я ни расспрашивал пассажиров, никто не давал мне ни малейшего объяснения. Это состояние всеобщего волнения продолжалось еще некоторое время, пока, наконец, мы не увидели впереди выезд из ущелья. Было темно, надвигающиеся тучи и душный воздух предвещали грозу. Я внимательно всматривался в дорогу в ожидании экипажа, который повезет меня к графу. Каждую минуту я надеялся увидеть цвет фонарей во мраке, но всюду было темно. Лишь в лучах фонарей умни бусоведнелся пар от наших загнанных лошадей, поднимавшейся облаком. Теперь мы ясно могли рассмотреть расстилающуюся перед нами белую песчаную дорогу, но на все мое протяжение даже и намека не было на какой-нибудь экипаж. Пассажиры вновь спокойно усили с явным выражением радости, точно в насмешку над моим разочарованием. Я задумался над тем, что предпринять, когда кучер, посмотрев на часы, сказал что-то другим, чего я, к сожалению, не смог понять, так как это было сказано очень тихо. Кажется, он сказал часом раньше. Затем он повернулся ко мне и сказал на отвратительном немецком языке еще хуже моего. Нет никакой кареты, по-видимому, господина не ожидают. Лучше пусть он поедет сейчас с нами в Буковину, а завтра возвратится обратно, или же на следующий день, даже лучше на следующий день. Пока он говорил, лошади начали ржать, фыркать и дико рыть землю, так что кучеру пришлось их сдерживать, напрягая всю силу. Вдруг, среди хора визгов и вопли пассажиров, осенявших себя крестным знамением, позади нас показалась запряженная четверка лошадей коляска, которая, догнав нашу обнебус, остановилась. Когда лучи и фонари упали на нее, я увидел великолепных породистых вороных лошадей. На козлах сидел человек с длинной черной бородой, в широкой черной шляпе, которая скрывала его лицо. Я смог разглядеть блеск очень больших глаз, казавшихся красными при свете фонарей, когда он повернулся к нам. Он обратился к кучеру. «Ты что-то рано сегодня приехал, друг мой!» Возниться, заикаясь, ответил. Господин англичанин очень торопил, на что незнакомец возразил. «Потому-то ты, вероятно, и посоветовал ему ехать в Буковину. Меня не обманешь, друг мой, я слишком многое знаю, да и лошади у меня быстрые!» При этом он улыбнулся, и луч фонаря осветил его холодный жестокий рот, ярко-красные губы и острые зубы, белые, как слоновая кость. Один из моих спутников шепотом прочел своему соседу страфу из Леоноры Бургера. «Так, как быстро скачет смерть!» Незнакомец, очевидно, расслышал эти слова, поскольку взглянул на говорившего с торжествующей улыбкой. Пассажир отвернулся, осеняя себя крестным знамением. «Подай мне багаж, господина!» – сказал незнакомец, и с необычайной быстротой мои вещи были вынуты из дирижанса и переложены в коляску. Затем я вышел, но так как коляска была закрыта, кучер помог мне взобраться, подхватив меня под локоть стальной рукой. По-видимому, сила у него была необычайная. Молча дернул он вожами, лошади повернули, и мы понеслись во мраке ущелья. Когда я оглянулся, то заметил при свете фонарей лошадей дирижанса, а оглянувшись вторично, увидел, как мои прежние спутники перекрестились. Затем кучер, щелкнув бичом, окликнув своих лошадей, и они помчались с дорогой в Буковину. Как только они канули во мрак, меня охватило чувство одиночества и странный озноб, но на плечи сейчас же был накинут плащ, колени укрыты толстым шерстяным одеялом, и кучер обратился ко мне на прекрасном немецком языке. Ночь холодна, сударя, господин мой граф просил окружить вас вниманием. Под сиденьем приготовлена для вас фляжка сливянки, нашей национальной водки. Если захотите, то легко ее достанете. Я не коснулся ее, но приятно было осознавать, что она под рукой. Я чувствовал себя немного странно, но не ощущал никакого страха, и не сомневаясь, что имея возможность выбирать, без сомнения предпочел бы остановку этому ночному путешествию по неведомым дорогам. Коляска повернула на какую-то извилистую жесткую дорогу, тянувшуюся довольно долго. Потом мы круто повернули и попали опять на прямую дорогу. Мне казалось, что мы попросту кружимся на одном месте. Желая проверить свое впечатление, я отметил в уме определенную точку, и убедился, что это так. Мне очень хотелось спросить кучера, что это значит, но я положительно боялся так поступить, ибо в моем положении протест ни к чему не привел бы, раз это делалось умышленно. Некоторое время спустя мне захотелось узнать, который теперь час. Я черкнул серной спичкой и при свете ее взглянул на часы. Была полночь, без нескольких минут. Это неприятно подействовало на меня. Я ждал чего-то с болезненной нерешительностью. Вдруг где-то вдали на ферме завыла собака. Длинный, тягучий, жалобный войн, наполненный страхом. Ей ответила другая собака, затем третья, четвертая. Наконец эти звуки слились в дикое бешеное завывание, исходившее, казалось, из каждой точки окрестности. При первых звуках волнение лошадей достигло чрезвычайных размеров и кончилось тем, что они начали становиться на дыбы. Но кучер ласково заговорил с ними, и они успокоились, хотя и продолжали дрожать, трясясь от какого-то непонятного мне испуга. Потом далеко за горами по обе стороны от нас снова раздался еще более громкий и пронзительный войн. На этот раз уже вой волков, который повлиял одинаково как на меня, так и на лошадей. Мне захотелось выпрыгнуть из коляски и удрать. А лошади опять взвелись на дыбы и сейчас же рванулись вперед, так что кучеру пришлось употребить всю свою громадную силу, чтобы сдержать их. Через несколько минут, однако, мое ухо привыкло к вою, и лошади успокоились настолько, что кучер смог сойти и стать перед ними. Он их ласкал, успокаивал и шептал что-то на ухо, то есть употреблял все приемы, которые, как я и слышал, пускаются в ход укоротителями лошадей. Причем успех был необычайный, и лошади опять стали смирными, хотя и продолжали дрожать. Кучер снова уселся на козлы и, взяв в лозжи, тронулся в путь крупной рысью. Наконец, оставив ущелье, он внезапно свернул на узкую темную дорогу, которая резко уходила вправо. Вскоре мы оказались окруженными деревьями, которые местами образовывали свод, так что мы проезжали как бы сквозь туннель, а потом опять перед нами с двух сторон открылись мрачные утесы. Хотя мы были под их защитой, но все же слышали завывание ветра, который со стоном и свистом проносился по утесам, ломая ветви деревьев. Становилось все холоднее и холоднее, и, наконец, пошел сильный снег, который вскоре покрыл и нас, и все окружающее белой пеленой. Резкий ветер доносил до нас лая собак, который, однако, становился все слабее по мере нашего удаления. Зато вой волков раздавался все ближе и ближе, и казалось, что мы были окружены ими со всех сторон. Мне стало невероятно страшно, и лошади разделяли мой испуг, но кучер не выказывал ни малейшей тревоги. Он продолжал свой путь, поворачивая голову то налево, то направо, что меня очень удивило, так как я не мог ничего различить во мраке. Вдруг слева показался слабый мерцающий огонек. Кучер моментально заметил его. Он сейчас же сдержал лошадей и прыгнув на землю, исчез во мраке. Я не знал, что делать, тем более, что вой волков почему-то ослабевал, но пока я не доумывал, кучер неожиданно вернулся и, ни слова не говоря, уселся на место, и наше путешествие продолжалось. Мне кажется, что дальнейшие события я видел во сне, так как этот эпизод беспрерывно повторялся, и теперь, оглядываясь мысленно назад, я думаю, что это было больше похоже на ужасный ночной кошмар, чем на действительность. Как-то раз огонек показался так близко от дороги, что, несмотря на полный мрак, окружающий нас, я мог совершенно ясно различить все движения кучера. Он быстро направился к месту появления голубого огонька и стал делать движения, тучно горстями собирал огонь и укладывал его на камни, образуя этим как бы преграду. Странно было только то, что вокруг этого пламени не было никакого освещения, по-видимому, огонек был очень слабый. При этом произошел странный оптический обман. Когда кучер стоял между мной и огоньком, он не заслонял с собой этого пламени, и я продолжал видеть это мрачное мерцание как бы сквозь тела кучер. Это явление поразило меня, но поскольку все продолжалось лишь мгновение, я решил, что это обман зрения, утомленного напряжением глаз в абсолютной тьме. Потом на время мерцание синего пламени прекратилось, и мы поспешно двигались вперед во мрак, под удручающий аккомпанемент воя волков, которые окружали нас со всех сторон. Наконец, при последнем появлении мерцающего огонька, кучер отошел очень далеко, и в его отсутствии лошади начали дрожать сильнее прежнего, все время фыркая, трясясь от страха. Я никак не мог понять причины, так как вой волков совсем прекратился, но в тот же момент я при свете луны, показавшейся сквозь темные облака, увидел вокруг нас кольцо волков с белыми зубами, с высунутыми красными языками, длинными мускулистыми ногами, покрытыми грубой шерстью. Они были во сто раз страшнее теперь, во охватившем их ужасном молчании, даже страшнее, чем тогда, когда выли. Что касается меня, то я от страха не мог двинуть ни рукой, ни ногой, и потерял голос. Всю силу такого страха человек может понять, только очутившись лицом к лицу с таким ужасом. Вдруг волки снова пронзительно завыли, как будто лунный свет производил на них какое-то особенное действие. Лошади подскакивали и брыкались, но живое кольцо ужаса окружало их со всех сторон, и поневоле заставляло оставаться в центре его. Я окликнул кучером. Мне казалось, что единственным спасением для нас было бы прорваться сквозь кольцо с его помощью. Я кричал и стучал, надеясь этим шумом напугать волков и дать ему таким образом возможность добраться до нас. Откуда он вдруг появился, я не знаю, но я услышал его голос, который прозвучал по велительным приказам, и, посмотрев перед собой, я увидел его на дороге. Он протянул свои длинные руки, как бы отстраняя неосезаемое препятствие, и волки начали медленно отступать, но тут большое облако заволокло лик луны, и мы опять очутились во мраке. Когда луна выглянула снова, я увидел кучера, взобравшегося на денье, а волковый след простыл. Все это было так странно и необычайно, что я почувствовал безумный страх и боялся говорить и двигаться. Время тянулось бесконечно. Дальнейшие путешествия мы продолжали уже в совершенной тьме, так как проносившиеся облака совсем скрывали луну. Мы продолжали подниматься в гору, только изредка периодически спускались, но потом опять все время поднимались. И не помню, сколько времени это продолжалось. Вдруг я почувствовал, что мы остановились. Мы были на дворе обширного развалившегося замка, высокие окна которого были темны и мрачны, а обломанные зубчатые стены при свете луны вытянулись в зигзагообразную линию.